Добрый-добрый-добрый день, дорогие друзья! С вами Друг, с вами студия игрокам, Empire TV, всё-всё-всё вместе с вами. И, конечно же, по причине того, что Empire участвует у нас в региональных квалификациях на Frankfurt Major. Ну и поехали! Игра против очень известного, популярного и крутого на самом деле коллектива. Очень крутого, с очень крутым составом. Практически тот же состав, не считая того, что EGM играет теперь за коллектив, который Empire только что обыграли. Хотя первую игру слили. И команда Empire на данный момент забанила уже Дума и забанила на Гусайрон. Знает, играет против кого и знает, играет зачем против них. Ну и как вы думаете, второй пик, какой будет у команды Alliance, если в пике у них уже есть Виспы? Только что же Empire обожглись об этот коллектив. Только об этого героя. А Виспа плюс Тини. И тем не менее, Тини не забанили. Я думаю, что подвиспа здесь более чем очевиден. Либо Тини, либо ЦК, которого, кстати, неплохо так подняли благодаря понижению дефа от критов. Короче говоря, в принципе, варианты есть для команды Alliance. И одного из своих топовых героев они уже забрали, это Висп. С4, Аки, Лода, Майнация, Адмирал Бульдог. Только EGM не хватает для того звездного состава, который выигрывал третий Инд. Альянсы только что выиграли у Старков, выиграли со счетом 2-0. Empire же, в свою очередь, сыграли 1-1. Ну и сейчас, как вы понимаете, одна победа у Team Alliance. Дополнительные три поинта ему, Empire. Одно очко в групповой стадии. Queen of Pain и Winter Viver. Пикки Team Empire, Broodmother и Висп от команды Alliance. Alliance, Alliance, как удобно вообще. Вам хоть no Dite Hunter. Без разницы, абсолютно. Практически все оттуда имеются. Тинни все-таки в баню отправляется у Team Empire. Абсолютно верное решение. Есть, конечно, Charles Knight. Никуда не девался. Он крутой, классный. И International им забирался. Все это было, в общем-то, давно. И все это правда на самом деле. То есть сейчас ЦК не менее опасен, чем был до того. Бристлбэк четвертым баном от Альянса. И сразу же Бэтрайдер от Альянс. Против Бульдога банят его героев. Лондруида не банят. Ну, Бульдог не так уж часто на этом герое играет. Несмотря даже на то, что... Несмотря на то, что героя-то подняли. Все равно, как-то не часто заходит данный персонаж в пик. Даже у топовых игроков на этих героях. Адмирал Бульдог, для него есть Фурион. Всегда, для него всегда открыт Лондруида. Как-то подзабили на Бульдога. Он все на других парнях отыгрывает. Но Клокверк здесь... А, подождите, какой Клокверк? Брудмазер уже есть. Какой там нафиг Клокверк? Бруда уже отправляется, как я понимаю, на сложную у команды Альянс. Не думаю, что это будет Бруда на центральной линии. Все-таки есть Висп. И, возможно, под кого-то на центр возьмут этого героя. Посмотрим. Третий пик от Team Empire. Саппорт есть. Герой для Ноуфира уже имеется. Это Виверна. Герой для Йоку на центральной линии тоже есть. Это Queen of Pain. Здесь Бруда, я думаю, сложная. Висп, саппорт. Думает Империя. Думает. У Империи, несмотря на то, что появились новые герои, пул немного подсократился в связи с этим. В частности, по саппортам разбег небольшой. Это в основном Дезраптор, Винтерн Виверн, Рубик. Иногда заходит Шейкер, как саппорт. А так, в целом, других саппортов не часто увидишь. На Мэншн Топарэйшн бывает иногда. В целом, пул саппорт героев невелик. Ну, и эти герои тащат. Так что выдумывать велосипед нет смысла. Тем более, если результат не факт принесет или не принесет. Лина, в пике команды Alliance, я думаю, что герой на мидлейн, скорее всего. Герой для S4. S4 закончил свое выступление в составе команды Secret. Теперь Secret это совсем другие ребята. Здесь другие ребята. Secret совсем другая команда. Теперь там один Пупи остался от старого состава. Кур разбежался. S4 вернулся в родной шведский коллектив. Наконец-то со своими дружанями может откатывать. Ну, и я думаю, что должны набрать обороты. Да, там, конечно, уже престарелых игроков миллион. Лода уже двух внуков нянчит. Но, в целом, сильно они не потеряли. То есть, как упали после 2013 года по скилу, так и остались на этом уровне. Глубже не ныряет команда Alliance. И сейчас, в общем-то, есть некий подъем. Shaker для Team Empire. Герой для Resolution'а на сложно. Двух саппортов мы с вами уже видим. Это Desruptor, это Winter Viverne. И Shaker саппортить здесь точно не будет. Это Offlane. Ну, и нужен керри-герой для Team Empire. Кто же берется под Виспа? Кто этот герой? Тинни в бане. ЦК? Может быть. Бристлбэк тоже в бане. По классической схеме команды MVP Phoenix. Бристлбэк плюс Висп. Те, от кого команда Empire вообще с ужасом, наверное, еще просыпается от этого имени. Вскрикивает. Бедняжка Aloha Dance. С несформировавшейся психикой. Молодой. Я думаю, вы помните. Фэби на Бристлбэке. И кто-то Марш, по-моему... Нет, Марш на Бристе и Фэби, по-моему, на Виспе. Они там на Мидлейне просто изувечили Бристом плюс Виспом своих оппонентов. Рейс Кинг здесь. И вот она. Вот она привязочка к Виспу. Не дают в Рейс Кинга Team Empire. Doom тоже в бане. Причем от самих имперцев. Night Stalker в бане от команды Альянс. Ну и... Пул героев в роли керри очень большой. Поэтому выдумывать можно все, что угодно. Начиная от антимага. Да все-все-все вообще. Бан керри героев вообще отсутствует. Только разве что... Кто тут у нас? Doom и Тинни отлетел в баню. Все остальные общедоступны. В баню Магнус отправляется. Центральную линию не видят. Думают, что Лина саппортит. Ну и если Империя так думает, я тоже так думаю. У меня есть свое мнение. Поэтому если так думает Империя, я тоже так думаю. Ну и Ember Spirit в бане от команды Альянс. Сильнейший герой. И мы его с вами не увидим. Очень жаль. Последние пики. У Империи 30 секунд всего лишь. 50 секунд у команды Альянс. Все дополнительно уже ушло. Основного времени ни одного, ни одного. Второго коллектива не осталось. Команда Эмпайр. Думает, думает, думает. 15 секунд. Фантом Лансер, Антимаг, Герокоптер. В Рейс Кинг есть, поэтому Антимаг может быть неплох. Был бы. Если не Антимаг, то Фантом Лансер с диффузами. Тоже неплохо. Надо в Рейс Кингу не давать возможность жить два раза. Да ладно. Фантом Лансер, да. Все-таки Фантом Лансер залетает. Ну и тут, конечно, диффуза вообще must have по данной ситуации. Ну и герой от Альянсов. Как я понимаю, это Мидлейн планируется от Альянсов, как понимает Империя. Да, это Мидлейн. Shadowfiend. Лина будет саппортить. Shadowfiend для S4. Майнат собирает Лину, Лода. Это Рейс Кинг, сложная линия. Это Адмирал Бульдог на Бруде и Висп для Аки. Ну и со стороны команды Эмпайр. Винтерн Вивер, No Fear. Queen of Pain. Это, 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 это Йоку. Алоха Дэнс будет играть на Дизрапторе. Resolution будет играть на Шейкере в сложной линии. Silent это Фантом Лансер. Керри-герой. Все. Все, в принципе, понятно. Более-менее единственное, что вопросы есть по расстановке лайнов. Бруда уйдет у нас в легкую или Бруда пойдет в сложную линию. Шейкер в соло по-любому идет. Хардлейн. Но вот триплу поставят против триплы или против соло Шейкера. Гнобить Шейкера несложно на самом деле. Левел он получает, но гнобить его несложно. Особенно, когда у вас два саппорта с рейнджевой атакой. Еще и нюкеры. Та же Лина, она с Шейкером будет очень просто обходиться. Задула, ушла, задула, ушла. Задула и забыла. Даже перезванивать не станет. Грязные шуточки за двести. У нас уже тут драка намечается. Резолюшн и Аки. Привет, привет. Дай пять, на пять. Все, разменялись. Но Аки будет стараться гнать резолюшн. Резолюшн отсюда уходит. Аки просел на сто хп. Резолюшн просел на сто хп почти. Чуть меньше. Ну и все, обменялись любезностями. Вард здесь поставил Шейкер. А Аки пока не вардит. Тут и девардить по-хорошему надо бы. Но девардить нечем. Ящик от картошки. На голове уже есть Кинга. Лода смотрится просто великолепно. Ну и все, разошлись по лайнам. Пока друг с другом не дерутся. Поставили Сентрик. Разбили вард, который пытался поставить резолюшн. Хотел по-тихому, спрятался за деревьями. Но встретил этот злополучный шарик. В итоге пришлось уходить оттуда еще и вард. По сути потеряли. Да и денежек подарили. 50 копеек. Сэфу капнула. Молодцом. Еще и баунти руна ему достанется. Никто не будет за нее сражаться. Команда Эмпайр забирает баунти руну на топ лей. Все, по лайнам расходится. Триплу Эмпайр отправляет в сложную линию. Шейкер уходит на харду. На легкую, точнее, конечно же. Триплу отправляет. Шейкер уходит на харду. Алоха Дэнс на Дизрапторе. Будет саппортить Сайлента на Фантом Лансере. И к ним туда Ноуфир в скором времени отправится. Пока что он с Йоку. Ну, не знаю, будет ли какое-то время, не будет. На Артик Берне Сэфа можно цеплять. Замедление в виде Шадоу Страйка. И Артик Берн от Винтерн Виверн. Все это возможно. Наплевал на Майнаца. Эсфо тоже подзамедлили. Йоку Шадоу Страйк качал. Но пока ни в кого не впиндюрил эту штукенцию. Шейкер на сложной линии. Команда Эмпайр стоит против Лоды. И саппортить его будет Аки. И также сюда еще и Майнац должен перетянуться. Ну и здесь Бруда одна стоит. Бруда поставила Сентрик. На случай, если вдруг будет у кого-то желание заметить Адмирала Бульдога. Ну и Адмирал Бульдог в соло против неплохой такой, знаете ли, не кислой триплы. Зацепить есть чем вернуть. Тоже есть чем задержать через Кенетик Филл. Тоже есть чем. Короче говоря, Дизраптор по своему функционалу с Брудой тут будет очень так не тактично обходиться. У Квапы есть Шадоу Страйк. Бросает Шадоу Страйк в Сфо Йоку. Сфо лохэпэшный. Кстати, у Сфо Шадоу Рейза в откате. Йоку получает по голове еще один удар по Сфо. Сфо отваливается. Это фестблат для Йоку. Йоку зажимают крипы. Как долго здесь вообще кулдаун на блинке. В итоге Йоку очень круто отыграл в данном файте. Покупает себе батлу сразу же. 200 копейки еще и на сдачу. И Сфо уже не торт. Ну и Стриворды пошли от команды Эмпайр. Адмирал Бульдог в неприятной ситуации сейчас. Надо выдумывать что-то. Тратить денежки. Гонять Курьера туда-сюда. Ну не думаю, что в ближайшем времени батла у Шадоу Финда появится. У Йоку есть преимущество. Четвертый левел Йоку. Третий левел Сфо. Ну и Мансит. Йоку не хочет под Шадоу Рейз попадать. У него уже есть Скрим Оф Пейн. У него второго левела Шадоу Страйк. Йоку обновил себе батлу. Талисман у него есть. Кенетик Килл пошел по Сфо. Но Йоку здесь разбирается с Сфо очень просто. Даже не коснулся его. Алоха Дэнс. Вот кто рулит в этой команде. Илюшенька, твои звуки просто великолепны. 2-0. Счет на данный момент. Алоха Дэнс. Один фраг. Йоку. Один фраг. Но что приятнее всего? 0-2 идет Шадоу Финт. 0. Мать его так 2. 5 на 1 Крипстат. У Квапы в это время 9 на 5. Плюс 1 килл. Плюс 1 ассист. По фарму понятно, что здесь все печально у СФ. А 880 у него. Йоку уже более чем в 2 раза обгоняет своего визави. Ну и 3 минуты команды сыграли. Центральная линия проигрывается. Причем с треском. Сфу реально тут потрескивает слегка. Третий левел Шадоу Финт. Пятый левел Йоку. Но Йоку сейчас не слезет с СФ. Он должен нон-стоп заливать туда Шадоу Страйки. Кричать на него. Делать все что угодно. У него нет батлы. Отхиливаться не получится. Йоку получил Койл 1. Получил Койл 2. Упрыгивает отсюда. Батлак Йоку бежит. Ну далековато конечно до Йоку. Будет через деревья отхилиться. Но здесь вообще нечем отхиливаться. Йоку может прыгать. Просто если он подставится под Койл. Можно в принципе подраться. СФО у нас вместе с сейвом от Акки ворвался. Такой живенький. Сразу бодренький. Все получилось. Я теперь не умру никогда. Ну фиг там на самом деле. СФО толком без артефактов. Так Фантом Лансер в это время забирает у нас Брудмазер. Зацепили. Я вижу по монету. Вкастовали ой-ой-ой как много. Кинетик Филд. Сандер Страйк. Все спирит Лансы. Все что было у Ноу Фира тоже вкастовали. Просел по ХП Сайлент. Но не критично. У него есть Манго. У него хороший типа реген. После Танго. Танго Манго. Тут такая веселье полнейшая. СФ. Опять Лоу ХПшный. Йоку прыгает за ним. Шадоу Рейс сейчас просто спиритами Йоку. Скорее всего развалят. Йоку кричит на СФО. СФО старается выжить благодаря Аке. Не получается. Удар по Алоха Дэнсу. Аке даблкил. Ну и крипы пошли за Аке. По-моему Аке отсюда уходит. Нет. Аке будет... Не будет Аке отдаваться. Аке просто улетает. Ну до поры до времени. Алоха Дэнс даблкил. Аке даблкил. Саппорты Мала Чаги. 3-5 становится счет. Размен в любом случае в пользу команды Альянса. Не проигрывал. Проигрывали тысячу даже более. По золоту. По Экспе. Та же история была. 3-5 счет. Нормальный размен. Йоку прыгает на СФО. У него есть Соник Вейв. И он в общем-то уже готов наорать. Наорал на СФ. СФ вообще таких нервов не выдержал. Очень быстро склеился. 0-4. 4 минуты. 4 смерти. Классно. СФО. Просто по таймингу движется. Ну тут конечно дикая ситуация для мидлейнера команды. Мидлейнера. Капитана. Пикера. Вообще. Координатора. Всего-всего на свете. В составе команды Альянса. Так жестко. Кнобятый. Гляньте что творится с маленькими паучатами. Бруды. От элементарного сплинтербласта. Еще один сплинтербласт. Еще получили паучата. Паучата могут удаляться. Аки на центральной линии. 4-й левел. СФ 4-й левел. Йоку почти 7-й. Один крип умирает. Йоку зарабатывает. 7-й левел. Ну и СФО поднимает 5-й. Йоку. Скрим оф пейн пока не юзает. На хэк граунд не ходит. Шадоу страйком забросил. Аки на подсейф. Но очень много времени приходится Аки тратить. Пока он нянчит СФ. Остальные просто без хелпы. Как там поживает Шейкер. Резолюшн. 4-й левел. У него еще до сих пор нет. Сол ринга. Пришел на мидлейн. Пронюхал, что здесь вот такая халява. Вири СФО доходяжного. И пришел подсуетиться немножко. Забирай руну. Резолюшн. Забирай. По старой привычке скажи. Блин, я просто не привык. Я обычно на мидере стою. Руны все мои. А тут я... Извини, Йоку. Прости. Нет, Шейкер, конечно, руну оставляет мидлейнеру. У квапы есть батла. Через 35 секунд. Аж будет Соник Вейв. А СФО уходит. Формить крипов в лесу. На линии там печаль абсолютная. 6-й левел поднял. Никаких Ревимов Сол. Йоку... О, Йоку. СФО, конечно, в запаре здесь. Но не настолько же. Чтоб мост отключался у чувака. Альянсы в плюсе по голде. 500 с копейками. По экспириенсу более 1000. Это все брожение по лайнам. Это резолюшн, который стоит, ничего не делает. Понятно, он ждет момента прихода Аки. Йоку по-прежнему с дабл дэмэджем. Все, ДД закончился. Через секунду будет Соник Вейв. И ждут. Бруда в это время убирает Дизраптора. Крипами. Фиссура пошла в СФО. Соник Вейв сбрили СФО. Аки тоже лоу хпшный. Его не трогают. Мидеры разменяли на саппорта. В общем-то, хороший размен для команды Эмпайр. 400 голды для них. И 650 по экспириенсу. Ну и Адмирала Бульдога всеми иллюзиями бьют. Он под Вардом стоит. Адмирала Бульдога съедает. Ноуфир. Уползает отсюда лоу хпшный. Может даже уходить, кстати, не будет. Маны на колбу хватает. Счет становится 4-8. СФО съели. Бруду съели. Адмирал Бульдог и СФО все в таверне. Ну и сразу графики полезли вниз. Куда ж им деваться? Посмотрите на СФО. 41 крип. При этом 5 смертей на 8 минуте. Как так вообще получается? Кайлы тоже не очень удачный. Шадоу страйк. Удар. И СФО сразу на подсейк. Сразу же. Это в каком вообще измерении? Такое бывает? Чтобы приходилось... Ой, Йоку поймали. Ой, неудачно Йоку вышел. Здесь Майнац. Решил вопросы все за Йоку. И СФО наконец-то денюжку получил. Лина забирает 321 по голде. Сейчас глянем, сколько СФО капнуло с этого килла. Ну, 79. Тоже неплохо. Веспу и то поболее. В итоге команда Эмпайр теряет своего у мидеров. Во второй раз уже, глядя на счет Квапы. Ужас. Ужас. Рейс Кинг приобретает себе Хенд оф Мидас. Лода пошел уже фармить тут. Как глухонемой. На втором месте немножко отстает от Йоку. Ну и Лода будет бить жестко. Лода шуток вообще не понимает. Лоде дали героя, который бьет дубиной по голове. Лода будет это делать. Адмирала Бульдога цепляют. Уже сюда релокейт. Отвис Па. А где же ты, Вис? Па, вот Вис. Вместе с Рейс Кингом. По-моему, сейчас не убьют Бруду, а потеряют еще и Сайлента к тому же. Сайлент. Дуппельгангер пытался вниз уйти. Копье в майнаце. И Сайлент отъезжает в таверну. Виверну тоже разваливают. Ух, как альянсы-то ответили. А СФО где ты там? Помоги команде Эмпайр. СФО. 739 золота. 1000 экспирианса. Эмпайр. Начинает проигрывать. Алоха Дэнс. Получает сильно от Адмирала Бульдога. Побежала одна тварь за Алоха Дэнсом. Ненадолго. Хотя 20 хп. 15. Еще одна тварь. И веб ставит. Ой, как круто. Вообще очень круто отыграл Адмирал Бульдог. Просто поставил веб, чтобы таракашка побыстрее бежал. И один несчастный таракан решил судьбу целого героя. 8-8 счет. Эмпайр потерялись. 3000 золота Альянс. 4000 экспирианс Альянс. Все, что нажито. Не по сильным трудам. Обидно. Майнатс обновил Батлу СФО. И доволен кэп команды Эмпайр. Сайвент в это время выходит на топ-лайн. Адмирал Бульдог приходит. Просветка есть ли у кого-то? Ну, здесь уже на позиции Резолюшн. Просветки нет. Хотя Ноуфир здесь. И видят Адмирала Бульдога. Но это до поры до времени. СФО здесь. СФО. Ой, как неудачно. СФО прилетел. Или наоборот. Удачно Аки уже здесь. Соник Вейв подвоим. Адмирал Бульдог. Лох ЭПшный. В итоге Сайлента съедают. 9-8. Эмпайр, остановитесь. Это все очень плохо заканчивается. Я уже видел такие игры. Сейчас главное не попасть вот в эту ловушку. Срочно, срочно бежать что-то исправлять. Давайте драться. У нас же так хорошо все получалось изначально. Нет, сейчас уже так получаться не будет. Там нормально себя чувствует Висп. Восьмой левел там с СФом. Все в порядке. 910 голды. Баклер уже у СФО. Хоть чуть-чуть да восстановился. Один килл у него есть. Нет, просто так на тупом пойти и съесть не получится. И он уже обгоняет Квапу по левелу. У Шадоу Финда 10.5, у Квапы только 9. Близко к 10, но даже не 10. Резолюшн 6 левел получил. Роман до Даггера очень далеко мечтать пока не приходится. Скоро будет Ринго в Транквилла. Дальний Койл от С4. Глимсовать назад не глимсуют. Аки здесь. Аки если что спасет. Есть оверчардж. Скоро появится урну в Шадоуз. Немножко здесь совсем осталось 250 голды. Ну и им Лода. Лода в это время у нас на нижней линии. Бегут к нему Лода. Пытается уйти. Лода туда-сюда ходит. Просто чтоб не глимсанули назад. Прыгает Йоку на Лоду. У Лоды есть Ринкарнэйшн. Здесь еще и Резолюшн. Закрывает отлично фиссурой Лоду. Лода просто уйдет в кусты. И побегут за ним. Должны побежать. Не докрикивает Йоку. Не хватило рэнджи. И скрим оф пейнт. В никуда здесь уже Аки. Нырять сюда команде Эмпайр. Это то же самое, что не знаю. В Ниагарский водопад. С наковальней на шее прыгнуть. У Лоды есть Ринкарнэйшн. Ловит Алоха Дэнсом. С4. Нижний Койл. Шадоу Финн забирает еще один фраг. И команда Эмпайр просто он фаер на данный момент. Прыжок пошел от Лоды. Вместе с Аккем. Ну прыжок под названием Релокейт. И в итоге Резолюшн не забрали. Но забрали Дизраптора. И скорее всего снесут еще и Т2 на нижней линии. Дефать нечем. Сайлент в это время пытается сгрызть Т1 на топ-лейне. Адмирал Бульдог просто так это не позволит сделать. У него есть Обливент Став. У него уже сейчас деньги есть на второй Обливент Став. Ну и Т2 падает. Что Резолюшн? Фиссуру дал. Пока на этом все. Ну и бежит сюда Квапа, как я понимаю. Нет, 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 нет. Квиннов Пейн на центральной линии. Йоку не смещается вниз. ПЛ это очень круто. В Лейтгейме очень круто. Но потерянные Лайны от Бруды до 25-й минуты это еще круче. И Адмирала Бульдога гнобили, гнобили. А у него в итоге счет. Опять этот счет. Опять этот КДА печальный. Вот. В любом случае у него счет 3-2-2 сейчас на данный момент. И уже остаются копейки до Оркина. Бруду как не насиловали на линии. А Бруда вынесла свои артефакты. На 15-й минуте будет Оркет. По-моему 700, да, там. 700 копеек. 775 копеек. То есть ничего толком не остается. Пытается уйти Сайлент. Плевок сейчас будет от Адмирала Бульдога. Сайлент уходит. В это время Винтерн Виверн развалилась. Разваливается еще и Резолюшн. Убрали СФО за то. Но потеряли слишком много героев. Резолюшн, Дизраптор и Винтерн Виверн 3 в 1. Это в пользу команды Аллайнс. СФО вроде и в порядке. Хороший Нетворс. Но 1 на 3 все равно по такому курсу никто менять не будет. Если это... Если это, конечно, не чудовищный перефарм от одного героя. Ну, такого нет у Шадоу Финда. Альянса. 7500 по экспе. 6000 по голде. Алоха Дэнс лохэпшный. Глимсует назад лоду. Тикают по нему висповые ребятки. И Ноуфир просто собственным телом. Там вообще Амбразуру по имени Дизраптор защитил. Спас Алоху. Илюшенька еле-еле тут перекосившись на бок. Уходит отсюда. 13-9 счет. 13-9. Начинали с потрясающего разрыва. 3-8, по-моему, был счет. А теперь Альянса. 7500 по золоту. 7500 по экспириенсу. Воспряли духом. Шведские ребятки. И Адмирал Бульдог ПТ себе, скорее всего, приобретет 1100 голды на руках. Ну и можно выфармливать чужие леса. Никто ему не мешает. Отошел. Новый спот крипов. Практически готовый пауэр третс. Солу ринг есть. Оркит есть. Тайминг очень хороший. Очень. По Нетворсу на третьем месте. Вообще три первых места по Нетворсу. Это команда Альянс. Йоко старается, ну, наверное, не догнать ему по данной ситуации. У него есть обливин стафф один всего лишь, но... Этого мало. Этого очень мало для Оркита. Ну и Бруда не отпустит никого с линии. Она сама в кустах. Все остальные занимаются весельем. Поставили вард. Адмирала Бульдога не застопили даже. Даже не застопили. Хорошенько тут подфармил Ноуфир. 240 голды поднялся по учат. Но Адмирала Бульдога не зацепили. Это была главная цель. Бруда покупает фейсбуцы. Бруда хочет много и подолгу ходить. А просветки-то нет. Адмирала Бульдога не видят. Кинетик Филд поставили. А что делать? А ничего. Стоять смотреть. Кричит Йоку. Кричит. Адмирал Бульдог включил ульту Сайвенс на Йоку. У Йоку есть Соник Вейв. Кстати, сейчас Йоку будет вопить. Да, Йоку в итоге юзает Скрим Оф Пейн. Не стал Соник Вейв юзать. Непонятно, куда было его юзать. Вижена не было. Йоку на позиции. Врывается лода сюда. Все казино от команды Эмпайр пришло. Адмирал Бульдог пилит Йоку. Соник Вейв пошел на Адмирала Бульдога. Сфо лоу хпшный. Адмирал Бульдог лоу хпшный. Йоку Скрим Оф Пейном забирает бруду. В итоге Эмпайр теряет трех героев против одной брудмазы. Та же история, что была с ССФом в лесу вот здесь вот, но теперь с брудой. 910 голды поднимает Альянс и теряет Эмпайр трех, сразу трех героев. Если там были саппорты и оффлейнер, то здесь саппорты и топнетвордс в составе команды Империи. 8К, это до обновления графиков. По экспириенсу, по золоту шведы осатанели просто. Рецепт на Мордиган приобретает себе лоды. Есть самый дорогой, самая дорогая из запчастей данного артефакта. И осталось насобирать 600 голды до Мордигана. 600, и это очень мало. Очень. Очень мало. Прям невероятно. На Сайлента выход, а у Сайлента вообще тут бомж пати на самом деле. Драма Фендеренс и Ринга Факвил. Сайлент старается уйти, у лоды есть Даггер. Сайлент уходит. Все-таки уходит, спустился вниз у лоды. Даггер был в откате и таким образом не смог бластом дотянуться и дать с хайграунда стан сбить ТП. Сайлент уходит, умирать Сайленту это вообще печаль будет. 2-3-0 идет Сайленту. Да в целом команда Импайр смотрится сейчас не очень хорошо. Появляется Оркиту Йокул. На 4 минуты позже, чем это у Бруда и случилось. Бруда куда-то денежку потратила или нет? Или Адмирал Бульдог умирал? Лода покупает себе Гловс оф Хейст. И копейки, по-моему, остаются до... Да, действительно копейки. Все. Лода уже с готовым Мордиганом. Осталось просто курьером принести себе рецепт. Это даже и сделано уже. Это уже сделано. Мордиган, Хэнд оф Мидас, Даггер. И деньги дальше капают. С Мидасом, я думаю, вы понимаете. Скорость атаки хорошая. Меньше, чем один удар... Больше, точнее, чем один удар в секунду. Для Рейс Кинга, который вообще не блещет этим показателем на ранних этапах, это хорошо. Майнац раскастовался в Йоку. Майнац оглимсует в Кинетик Филд. Майнац живет. Йоку нет. Йоку не живет. Алоха Дэнс далеко пошел. Старик Шторм под ноги линии. Лина выживает. Ну и Алоха Дэнс на хэкграунд не поднимется никак. Ульта пошла... Не ульта, а саппортинг пошел от Нолфира. И Нолфир тоже в таверну. Где там Бруда умерла? Бруда умерла на топ линии. С ней справился я не понял. Кто? Ладно, потом посмотрим. Три в один, опять размет. А 5300 падает Альянсом. И 800 в минус Эмпайр. 2400 по Экспириенсу. Эмпайр по Экспе вообще ничего не подняли. 10 с копейками Альянс по золоту. 10 по Экспириенсу Шадоуфин. Уже с Меккой как плохо начинал С4. И как хорошо он смотрится сейчас. Он шел со счетом 0-5. Теперь у него 5-6. Понимаете? Он 5-1. Отыгрывает последнюю 10 минутку. Ну, начало действительно ничего тут для команды Альянс не означало. Они потерпели, потерпели и дотерпелись до того, что сейчас понесли Эмпайр. По факту Эмпайр в неприятном положении. Резолюшн выформил себе Даггер. Появляется Ринго Фриген вместе со Staff of Wizardry. И осталось на рецепт Форстаффа накопить. Виверна. Хотя бы Soul Ring думает, но у Фьер Транквилы у него есть. Алоха Дэнс на Дизрапторе. Вот здесь все плохо. 3-7-2 счет. Действительно не очень хорошо. Silent покупает себе Блейда Фаллакрити в размере двух штук. Есть деньги на Роупов Зе Мэджи. Осталось приобрести Рецепт. Или есть деньги на Рецепт. Осталось приобрести Роупов Зе Мэджи. Короче, 500 копеек ПЛ не хватает. И это будет поздний. Это будет поздний Дефьюжел Блейд. Он выформил Фантом Ланцер таким образом, что на пятом месте находится. И отстает аж 3000 от Рейскинга. А Рейскинг продолжает наращивать. Ворота Армлет есть. Даггер есть. На руках. Тысяча лоды. Лоде пофиг вообще на всех. Резолюшн старается забрать. Здесь один Эхо Слэм. Решил бы все вопросы, но 25 секунд нет Эхо Слэма. И убегает отсюда Йокур. Не хотел ловить Сайлент от Бруды. Бруда Оркит положила на Резолюшн. И очень быстро с ним справились игроки команды Альянс. Все. Брудовые ребятишки уже здесь. Спайдерлинги грызут Тавр. Лода бьет Тавр. С4 бьет Тавр. Все у Тавра очень-очень плохо. Это последний внешний Тавр команды Эмпайр. 21 минута. Остался только Хайграунд. Как бы все. Дальше некуда отступать. Дальше вторая игра только. Майнацы пытаются зацепить. Алоха Дэнс Вижена не имеет. Кинетик Филд не ставит. Вдруг че. Кстати, есть вдруг че по имени Адмирал Бульдог. Сайлент. Покупается в виде фуза. Возможно, сейчас немножко наладятся дела. Но мало ХП у Фантом Ланса. Раскастовку Лины и там хотя бы 2-3 удара от Рейс Кинг Гаун не переживай. Клевок Бруды. Койлы от Шадоу Финда. Да какие там койлы? Реквим оф Сол. 15-го левела С4. Что с Квапой в это время? 13-й левел Квапа. Йоку сильно отстает. Очень сильно. 14 тысяч голда. 12 тысяч экспириенс. Ну и Эмпайр теперь в терпешку должна идти. Кроме как терпеть, ничего вообще им не остается. Майнация глимсанули. Правда, недалеко. Еще бы один глимс. Вот сейчас бы он реально был уместен. Так, в целом, Алоха Дэнс... Ой, куда же Алоха Дэнс полез? Все, развернулся Илюша. Науфир 0-4. Алоха Дэнс 3-7. Йоку 3-7. Нет-нет, Йоку не 3-7. Йоку 4-4. Резолюшн 2-2. Сайлент 2-3. Кто там умирает вообще тогда? Так интенсивно. Ну, Виверна 0-4. Всего 2 ассиста у Науфира. Он тут реально кормом стал для команды Альянса. Даже ворды сложновато даются. Без артефактов это понятно. Есть Огр Клаб уже у Адмирал Бульдога. Осталось купить. Только на рецепт накопите. То не на полные 200 голды сдачи останется от Митрилхаммера. Бруда будет с Блэк Кинг Баром. Шейкер становится бесполезным в таком случае, если успеет прокликать Бруда. Эхо Слэм под Бруду тоже, как серьезное оружие, становится бесполезным. Положение печальное на самом деле. 24 минуты сыграно, 15 тысяч голды, 14 экспириенс. Положение, правда, удручающее для Империи. Но и не такие катки вытаскиваются на самом деле. Но проблема в том, что и в драках команда Эмпайр не реализует свои сильные стороны. Она реально потеряла вот ту нить, которую вела изначально, тот нерв. И сейчас вынуждена очень сумбурно драться. Думает как бы не нафидить, и от этого фидит еще больше. Пора приносить еще один центрик, ставить сюда. Нарисовали игроки команды Эмпайр, что здесь в центре разбили. Значит, что-то здесь не так. Ну и здесь в центре тоже стоит вместе с обсервером. Вражеский лес уже видит команда Альянс. Они уже готовы к наступлению. Алоха Дэнс, ты как здесь оказался вообще? Курьера ждет или что Алоха ждет вообще? Ничего не ждет, просто поставил вард и ушел отсюда. Может быть на Т1 собралась команда Эмпайр, будет драться СФ, приносит себе Блэк Кинг Бар. У Брудмазер до Блэк Кинг Бара всего лишь 300 голды осталось. Форс Став появляется у Резолюшена, и у Фантом Лансера в это время появляются Бутсов Тревел. Также у Лины от Майнаци появляется Форс Став. Как там лода поживает? Блэк Кинг Бар, сюда вообще идея, 16 левел Рейс Кинг, у него есть Блэк Кинг Бары, куча-куча всего. Лода так, знаете, тихо едешь, тише едешь, дальше будешь. Лода стоял себе тихонечко, никого не трогал, формил на линии, 2 кила. Сделал за 25 минут, ему достаточно. Ну и дамаги уже вносит, ну, до хрена и больше. 200 с руки, плюс скрипты промакшенные. Реинкарнейшн третьего левела, ХП дофигища. Неясно, чем его бить, но многими иллюзиями Фантом Лансера, так понятно. По логике вещей. Тут под смоком команда Эмпайр, эхо слэма 3 за Алюшуна, статик, шторм сразу по 2, и мульта от Йоку. Хорошо, все, но не хватает дэмэджа. Сфу не убили, лоду не убили, и это ловушка, в которую попали игроки команды Эмпайр. Этого я боялся больше всего. Что раскастовка просто не сработает, потому что перефарм дикий. Лода выжил, лода еще и настрелял пятерым. Минус 5 от команды Альянс. Команда Эмпайр не туда ворвалась. Их не ожидали, но команда Эмпайр такой был недофарм, что просто-напросто не смогли даже фузер с раскастом и за действием статик шторма руками допилить хотя бы двух героев, которых закрыли на Рошанке. Все красиво получилось, но все мимо кассы. 25-12, 26 минут в итоге сыграли. Команда Альянс третью победу за сегодня одержала. Наказали Старков, теперь с Альянсом пытаются разобраться. Ну и будем откровенно, очень классно отыграли. Не психанули в момент, когда реально начинали проигрывать. Спокойненько провели среднюю стадию игры и тактично додавили Team Empire. Лина 5-0, Майнадс браво. Race King 4-0, отлично. Shadow Fint из дичайшего дна поднялся. Все в плюсе, все в плюсе. У команды Эмпайр другая ситуация. 1-5 Виверна, 2-3 Шейкер, 4-5. У всех отрицательный кэд, у всех абсолютно. И что печальнее всего даже у кор-героев. Ладно, переключаемся на второй матч. Сейчас ждем, пока лобби создастся. И будем смотреть вторую игру. Напомню, что игра в формате Best of 2. Вы смотрите канал Игрокам ТВ. С вами друг, с вами Эмпайр ТВ комьюнити. Все, услышимся через 5 минут до связи. Далеко не расходитесь.